Прививки против COVID-19 в последнее время одна из самых обсуждаемых тем. Вакцинация стартовала еще в прошлом году, но различные фейки и заблуждения до сих пор не дают привиться большому количеству россиян. В Тюменской области на данный момент вакцинировал около 670 тысяч человек, это чуть больше 40%. Кто-то делает прививку впервые, кто-то уже ревакцинируется. В любом случае, эта тема вызывает у людей множество вопросов. Самое актуальное обсудим с заведующей кафедрой инфекционных болезней, аллергологии, иммунологии и курсами детских инфекций, дермоэто-венерологии и косметологии Тюменского государственного медицинского университета Ольги Рычковой. Ольга Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я хочу вас поздравить, потому что вас наградили медаль Луки Крымского за борьбу с COVID-19 и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, соответствующий приказ подписал Владимир Путин. Спасибо вам большое за работу. Да, ну, также вы возглавляли исследование пострегистрационной Дайпева Корона, и одна из первых работали в красной зоне, знаете все, и про COVID-19, и про прививки. Давайте обсудим все мифы и начнем с такого самого популярного. Действительно ли, что после вакцинации очень садится иммунитет, что можно и короной заболеть, и другими респираторными инфекциями? Конечно, нет. Нет? Конечно, нет. Потому что после вакцинации и задача вакцинации – выработать антитела на введение вакцины только конкретно коронавирусной инфекции. Острыми респираторными инфекциями любой из нас может заболеть. Их около 200 вирусов. Естественно, если вакцина предусматривает прививку только и защиту только от коронавируса и от вируса гриппа, да, сейчас, потому что одновременно идут две прививочные компании, кто, у кого есть уже антитела к коронавирусу, или он привит был, или переболел, он может спокойно привиться еще и против вируса гриппа. Поэтому, конечно, на иммунную систему воздействуют только следующим образом – делая так, чтобы выработались антитела к этим инфекциям. А заболеть невозможно. А правда ли, что вызывает вакцина рака бесплодия, потому что многие переживают очень, что потом как будто бы не могут забеременеть женщину? Ну, ответ такой же. Конечно, нет. Тоже миф. Конечно, нет. Тоже миф, да. Об этом мы говорили неоднократно. И уже сейчас появляются публикации главных специалистов, вообще специалистов области. Ну, если я занимаюсь преимущественно инфекционными болезнями и иммунологией, то я знаю свою область, правильно? Я знаю и документы, и знаю те статьи, которые проводят исследовательскую работу. Мы обмениваемся мнениями с коллегами, и как раз коллеги наши говорят, и акушеры-гинекологи о том, что это однозначно миф. А вот насчёт тромбов. Правда ли, что образуется после вакцинации? Насчёт тромбов было несколько статей, описанные подобные случаи после вакцинации вакцинами на Западе и в Америке. Но, понимаете, я действительно, вы уже сказали, что возглавляла исследование. Мы наблюдали за нашими пациентами, у нас было 500 добровольцев, мы наблюдали, а по всей России 4 тысячи. Кроме того, помните, что первое исследование по спутнику было опубликовано в журнале Lancet. Поэтому мы как раз ориентируемся на, так скажем, научную базу, где ни после той, ни после другой вакцины не было зарегистрировано подобные случаи. И, значит, вот, так скажем, в англоязычных, как раз научных источниках перевели мы данные, так скажем, уже пострегистрационные исследования. И очень трудно связать, да. Встречались у пациентов подобные реакции, но не всегда это было связано именно только с вакцинацией. Ага. А насчёт выпадения волос, потому что тоже многие переживают, как будто бы вакцинируешься и, в общем-то, лишишься волосных уколов. Да. Аллопеция, как называется, да, медицинским термином выпадения волос, это вообще сложная, так называемая, мультидисциплинарная проблема. Я ей в силу, ну, своих профессиональных компетенций занимаюсь уже многие годы. Вы знаете, я впервые услышала, что это связывают ещё из-за вакцинации. Да. Да, то есть после вакцинации вообще не стоит вот эта проблема как раз в отношении выпадения волос. Постковидное состояние в виде аллопеции действительно наблюдается. А как раз, по-видимому, все мифы, которые могут встречаться у пациентов, они и таким образом... Смешались немножко, да? Да, 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 да. Да. А вот что насчёт того, что говорят, что как будто бы лучше переболеть? Вот естественный иммунитет, он сильнее и лучше, эффективнее, чем вакцинация? Ну, вы знаете, это старый такой, скажем, способ для того, чтобы защититься от инфекции. Он был известен ещё до нашей эры, да, когда из состояния визикул пациентов с натуральной оспой втирали уже здоровым, и они не заболевали. Ну, то же самое, да, то есть их заражали как бы, так скажем, искусственным путём. Так и здесь. Помещают здорового человека в коллектив, где присутствуют больные. Ну, вы понимаете, когда есть вакцина, то об этом вообще обсуждать не стоит. Это уже такой совершенно метод, который, ну, нельзя подвергать людей вот этому эксперименту. Это же настоящий эксперимент получается, да? А какие будут исходы, а какие будут последствия, никто не знает. Поэтому я вообще противница в отношении короны. Ну, по-моему, все настолько боятся, что, так скажем, пытаются максимально изолироваться. И вы вспомните, что первые полтора года насколько активно оберегали тех как раз жителей мира, которые были подвержены высокими рисками, лица старше 65 лет. Поэтому вот всё-таки я не рекомендую такие эксперименты использовать на своих близких. Ну, а вот можно ли стать переносчиком вируса, сделать прививку? Опять же, нет. Нет? То есть они ускорили? Только мифов на самом деле? Да, на самом деле, да. Потому что дело всё в том, что вакцины все неживые или инактивированные вакцины. То есть вирусные частицы, они даже созданы геноинженерным путём. Они сами по себе заболевания не могут вызвать после прививки. После прививки вырабатываются просто антитела. Не вырабатываются вирусы. Он не может стать, так скажем, причиной того, что пациент, здоровый человек вакцинированный, кого-то заразит. У нас действительно, почему такой миф тоже появился? Потому что существуют живые вакцины. Вот при них, при одной из вакцин, такая ситуация возможна. Поэтому, видимо, здесь какая-то произошла интерпретация, так скажем, случаев. И все решили, что, возможно, связано с этим. Да. Ну, а вот ещё один миф, тоже такой не раз я слышала, что как будто бы вакцинация – это заговор в фармкомпании. Что вот сейчас вакцина бесплатная, потом будут платными, вообще иммунитет свой работать не будет. Ну, вы знаете, про заговор мне сложно судить, да. Я как бы занимаюсь преимущественно больными, людьми, которые, так скажем, приходят, и им нужно помочь или выбрать вакцину. Сейчас у нас вообще самая прекрасная ситуация, да. У нас есть выбор на сегодняшний день вакцин. И большой. Да, и вакцинных препаратов. Для меня, как для специалиста, важно, почему, что у нас есть выбор. Потому что ведь есть определённые группы противопоказаний, если нет, то другую. Если какие-то есть моменты, можно подождать, можно антитела посмотреть. Поэтому здесь, я думаю, что однозначно тоже. Да, но сейчас вакцинацию разрешили беременным, да, и тоже появились мифы, что это очень может плохо сказаться на будущих детях. Вы знаете, в отношении беременных женщин, посмотрите, это практически одно из последних, да, расширений показаний для вакцинации. То есть очень долго не шли вот как раз к этому варианту. Предварительно провели и клинические исследования, и пострегистрационные клинические исследования. Причём беременных женщин не в момент же, так скажем, на ранних сроках беременности рекомендуют вакцинировать, а всё-таки в более поздние сроки. То есть в третьем триместре, да? Да, и связано это ещё и с тем, что беременные женщины всё-таки вот эти вот последующие волны после первой, когда мы обрадовались, что вирус имеет определённое благородство, щадит беременных женщин и детей, то мы видим, что сейчас беременные женщины болеют достаточно тяжело. И здесь ведь, видите, идёт разговор между доктором и между пациентом. И всегда выбираются риски и пользы, потому что у ряда беременных женщин как раз повышаются показатели свёртываемости крови. И здесь тоже вот эти вот вопросы, чтобы минимизировать риски, однозначно обсуждаются. Так, ну, с мифом мы более-менее разобрались. Теперь очень хочется узнать всё о ревакцинации. Во-первых, почему она происходит в два этапа? Как лучше ревакцинироваться? Расскажите нам подробнее. Ну, ревакцинация, видите, мы ведь начали массовую вакцинацию с января этого года, да? То есть у нас, так скажем, опыт-то небольшой накопился, да? Да, через полгода мы порекомендовали всем ревакцинироваться, кто или заболел после заболевания, последних, так скажем, дней заболевания, и для тех, кто был вакцинирован. Вот такая дата была определена. Это тоже очень оправдано, потому что, представляете, да, такой большой у нас мир, и столько людей. Да, эти три снижаются, конечно. Да, и мы должны были все-таки, все, так скажем, медицинская общественность прийти к определенному мнению. Поэтому мы, так скажем, второй вот цикл уже вакцинации дальше пока еще сложно даже оценить и судить. Клинические исследования, конечно, проводились, потому что вы помните, что вакцинты изобрели до того, как они уже были пущены в массовый поток, поэтому вот как раз на этих группах и смотрят, и отслеживают иммунный, так скажем, иммунный ответ пациентов. В отношении двойной здесь тоже разные подходы. То есть не все вакцины требуют повторного введения. Ну, например, спутник лайт, да? Спутник лайт, да. То есть вот они первые создали такую, я знаю, что опивак тоже ведут разработку для того, чтобы, так скажем, поддерживать иммунную систему. Ага, ну вот нужно ли проверять титры антител перед тем, как ты ревакцинируешься, или не обязательно, просто нужно довериться через полгода, протеревакцинацию? Вы знаете, при массовой вакцинации вообще следует довериться и понимать, что, да, твои вот, так скажем, такой именно путь будет наиболее безопасный для всех. Но, в принципе, если есть определенные моменты, то есть какие-то ряд хронических заболеваний, которые снижают иммунный ответ, это и сахарный диабет, это и ожирение, значит, это и различные иммунные заболевания, тогда, может быть, есть смысл посмотреть, но не абсолютно всем, а какой-то определенной когорте или кто-то получает иммуносупрессивную терапию пациенты. То есть это определенные, так скажем, жители, для которых важно иметь хороший иммунитет, и им, может быть, есть смысл поставить дважды тот же спутник. А вот знаете, что интересно, говорят также, что когда ты ревакцинируешься, чем тебе будет хуже, да, тем будет лучше иммунный ответ. Это действительно так? Ну, это тоже такой определенный не фейк, но миф. То есть это так, скажем, понимаете, мы ведь тоже всегда работаем и как-то пытаемся приблизить состояние, то, что происходит в иммунной системе, к обычным жителям, чтобы они нас понимали, да. И мы на вот этом языке с ними обсуждаем, да, что если повышается температура и прочее, то действительно иммунная реакция. Это иммунный ответ. Он сопровождается выбросом, значит, иммуноглобулинов, да, ну, предварительно там различные интерлекины выбрасываются, сейчас про них тоже все уже знают, на слуху они появились. Это просто так не происходит. То есть требуется вот какая-то реакция. Большое вам спасибо, Ольга Александровна. Всё стало на свои места, всё стало понятно. Большое вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok